Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. 1 марта свое пятилетие отметила волонтерская организация «Лучшие друзья». У нас в гостях ее директор Вероника Жаворонкина. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Давайте мы начнем с главного. Чем вы отличаетесь от приюта? Многие наши телезрители считают, что это абсолютно одно и то же. Нет, это, к сожалению, не одно и то же. Может быть, к счастью. У нас волонтерская организация построена чисто на активистах и просто на людях, которые неравнодушны к проблемам бездомных животных. То есть мы постоянно можем содержать только какое-то ограниченное количество животных, и по мере их пристройства мы можем уже набирать новых. У нас есть основная передержка, на которой мы держим своих животных. Постоянное количество собак где-то около 60 и около, допустим, 4-6 кошек, не больше. Все остальное количество кошек уже находится на домашних передержках у наших волонтеров. У нас есть группы в социальных сетях, также у нас есть горячие телефоны отдельно по кошкам и отдельно по собакам. Далее уже в зависимости от обращения людей мы как бы разграничиваем случаи тому, кому нужна какая-то срочная помощь, то есть когда животное уже самостоятельно не может выжить на улице. Кому нужно, допустим, просто пристроить, то есть это уже не такой срочный случай. И в зависимости от ситуации мы уже, если у нас есть место, мы забираем себе животное, лечим его, стерилизуем, кастрируем и пристраиваем. Либо пристраиваем прямо с улицы, то есть обрабатываем от паразитов, стерилизуем и пристраиваем просто через объявление. Много добрых людей вообще в городе? Вообще на самом деле очень много. Вот с момента начала нашей деятельности, то есть мы, можно сказать, даже не ожидали на такое количество откликов. То есть очень много людей приезжают, помогают нам кормами, какими-то теплыми вещами, помогают с выголом собак. Очень много детей, в особенности, причем школьников, приходят к нам на передержку практически каждый день и занимаются нашими животными. То есть на самом деле нерводушных людей очень много. Но с собакой действительно хлопот много. Погулять утром, погулять вечером – это минимум. Еще, может быть, в обед, покормить, поиграть, чтобы собака чувствовала себя комфортно, относительно комфортно. На все это хватает средств и времени, я так понимаю? Ну вот на то количество животных, которое у нас содержится, около 60 детей собак, в принципе, хватает. Потому что, в принципе, если какие-то трудности возникают, мы просим помощи у людей в интернете или у наших постоянных помощников, кто нам помогает. Вот. Плюс животные, которые попадают с улицы, чаще всего нуждаются в каком-то медуходе и в элементарном обучении, приучении к поводку, приучении к ошейнику, чтобы в дальнейшем уже люди, которые забрали животное, чтобы они забрали уже полностью здоровое и социализированное животное. Вот. Поэтому стараемся как можно больше людей привлечь, чтобы как можно больше людей приходили к нам и занимались собаками, помогали нам. Вот я только хотела сказать, что пристроить красивого щеночка достаточно просто. В любом случае, пока он маленький, с ним и играть легко, и приучать его проще. Но взрослые животные уже со своим характером, с манерами, возможно, озлобленные, потому что жизнь на улице, она никого не делает добрее. Тут, наверное, особая работа какая-то должна проводиться. Есть волонтеры, которые... Кинологи есть среди них? Кинологов, прям именно кинологов с такой специальностью нет. У нас есть волонтеры, которые готовы заниматься с кинологом. То есть они, допустим, мы их записываем на занятия, они с этой собакой занимаются, ездят. Вот. То есть, ну, и каким-то таким образом, в принципе, у нас много было тяжелых животных, в особенности пугливых. То есть, которые изначально были обижены человеком, сбиты машиной и так далее. То есть, такие животные, они уже доверие к человеку потеряли, соответственно. Вот. Но чем больше они получают заботы и ласки, тем быстрее они, в принципе, начинают как-то вести себя уже по-доброму и тянутся к человеку. То есть, и таких животных уже, в принципе, пристроить несложно. И очень, кстати, часто люди просят именно взрослое животное. То есть, уже со своим характером, который они уже видят, как оно себя ведет. Вот. И плюс взрослого животного в том, что оно уже стерилизовано. То есть, в основном животных забирают там в деревни, в частные дома. Вот. И с такими животными уже, в принципе, нет никаких проблем. Вы прослеживаете потом судьбу хотя бы каких-то питомцев? Да. Обязательно. Потому что за всех животных болеешь душой. То есть, уже и привыкаешь к ним. И очень потом переживаешь, когда они уезжают в новый дом, как они там будут жить. То есть, ну, мало ли, всякое случается. Обязательно всех людей предупреждаем о том, что можно нам вернуть животное. То есть, ну, мало ли, там, что-то у них произойдет. Всякое бывает. Вот. Поэтому и звоним потом. Можем и приехать навестить животное. То есть, это обязательно. Ну, вы уже насмотрелись на то, как ведут себя многие собачки, кошки. Что бы вы сказали людям, которые взяли вот себе котеночка? Полгода с ним поигрались. Котенок вырос, начал проявлять характер. Оказался на улице. То есть, вот сейчас вашим, наверное, соратникам проще всего дать какой-то совет. Потому что вы возвращаете их в другую реальность. Совет один. Очень хорошо подумать, прежде чем вообще взять на себя ответственность за животное. Потому что очень многие люди просто не понимают всей серьезности. Живая игрушка? Да. Будь то даже котенок, собака, неважно. То есть, многие даже приходят, забирают у нас животное. А потом оказывается, что они забрали его в подарок. Вот это вот, в принципе, вот это вот точно делать не стоит. Потому что потом вот такие подарки, они либо оказываются на улице, либо в лучшем случае их возвращают нам. Вот совсем недавно даже был такой случай. Взяли, пришел взрослый мужчина с девушкой. Взяли у нас собачку, подростка. Сказали, что для себя в квартиру, как бы, мы отдаем животных по договору, где записываются наши данные, их данные. На следующий день ребенок 14 лет приводит нам эту собачку назад. Сказал, что подарили на день рождения, родители не разрешили. То есть, это стресс, в принципе, и для ребенка, и для собачки, которые взяли на день в квартиру, с ней поигрались и вернули назад. То есть, в принципе, можно было подумать заранее и просто не делать таких вещей. А еще какие-то истории, связанные с питомцами, есть у вас, может быть, есть долгожитель, которого никак не удается пристроить, и с помощью нашей программы вдруг это получится сделать? Есть и долгожители, причем замечательные на самом деле собаки. Просто это собаки одного хозяина. То есть, они изначально были очень сильно обижены человеком. Они добрые абсолютно, но немного пугливые. То есть, если бы к ним походить какое-то время, недели-две, и они очень сильно тогда привыкают к этому человеку. Если бы такой человек нашелся, который проник бы именно к ним, то есть, понял бы их, и я думаю, они бы стали для него самым преданным другом. У кого родилась идея создать такое место, которое не было бы приютом, но сильно бы облегчало жизнь бездомным животным? Это ваша идея или ваша соратник? Это идея людей, которые стояли у самых истоков организации. Нина Зотова. Она изначально была директором организации, и сейчас она, конечно, активно нам помогает и занимается делами нашей организации. На самом деле, это просто такой же обычный человек, как и мы все, который однажды подумал о том, что почему у нас в городе нет приюта? То есть, и животным, бездомным абсолютно никто не помогает, и никто ими абсолютно не занимается. И, собственно, потом, найдя единомышленников, все дело стало как-то потихонечку расти и развиваться, и вот в итоге сейчас есть то, чего она добилась. Что впереди? Каким планом вы готовитесь в этом году? Может быть, планируется расширение? Потому что, когда заботишься об одном питомце и видишь на улицу 10 таких же несчастных, понимаешь, что забрать не можешь, а помогать нужно. Да, мы, к сожалению, понимаем, что помочь всем мы не в силах просто, даже всеми силами наших всех волонтеров. Но, к сожалению, расширение у нас просто невозможно, потому что чем больше животных, тем больше потребуется и денег, и корма, и так далее. Мы все-таки надеемся на то, что в нашем городе будет создан приют, официальный муниципальный приют для животных. Сейчас проводятся митинги в пользу приюта, то есть люди как-то уже... Много людей привлечено к этой проблеме, и очень много людей нам звонят и спрашивают, когда же, когда же наконец уже будет приют, потому что очень много людей переживают о судьбе животных. Но мы также надеемся просто на его создание. Вот когда берешь котеночка из подъезда, который там родился, начал там расти, он немножечко проще, он уже понимает, где добыть еды, как себя вести, где согреться. Но когда мы завели кота в квартире и выбросили его через полгода, он привык к тому, что вовремя дают корм, моют за ним горшок, вычесывают его, он сам этого просто не умеет делать. Насколько легко животным адаптироваться, если они остались в такой ситуации? Может быть, не стоит вот так уж лелеять, если мы не понимаем, любим мы собаку или кота или нет? Ну, на самом деле, животным очень сложно адаптироваться, и большинство так и не смогут к этому, не могут к этому привыкнуть. Не найдут еды элементарно. Они элементарно не найдут еды, они не знают, что такое опасности, собаки, другие коты, дорога, машины и так далее. Поэтому очень много вот таких случаев, когда именно домашних животных выбрасывают, таким животным мы тоже стараемся помочь в первую очередь, потому что они просто не приспособлены к жизни на улице. Поэтому они в какой-то растерянности будут просто бегать, искать хозяина, искать какой-то теплый уголок. Но, в принципе, чаще всего люди, которые замечают таких животных, они незамедлительно звонят нам. По мере возможности мы, конечно, стараемся помочь им. Давайте напомним, куда позвонить, к кому обратиться, если вдруг мы увидели в подъезде бездомное животное или поняли, что наш любимец придется ему переехать? Ну, домашними животными мы, к сожалению, не занимаемся. Мы все-таки стараемся объяснить людям, что это их животное, и что они взяли на него какую-то ответственность определенную. И если уж у них не сложилась с ним судьба, то могут пристроить по объявлениям, потому как приютов никаких нет, и сдать его никуда не получится. А по поводу бездомных животных, если какая-то тяжелая ситуация, то есть сбили животное и так далее, и там покалечили, можно обратиться к нам на горячую линию. Телефоны все есть и в интернете, и в газете. Мы также даем объявления в газету, размещаем своих питомцев, панораму города, например. То есть если какие-то уже тяжелые ситуации, можно к нам обратиться, но в то же время люди должны понимать, что мы просто волонтеры, такие же, с такими же своими делами, со своей работой. И что мы не отказались бы и от их помощи тоже. То есть они могут помочь чем угодно, и корму, и транспортом, и, допустим, предоставить животному временную передержку, на время медпроцедур каких-то, если они ему необходимы. А так, в принципе, без проблем могут обращаться. Спасибо за эту встречу. Я надеюсь, что она окажется полезной для наших телезрителей. Это была программа подробностей. Не забывайте заботиться о тех, кого приручили. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова